Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет церковь бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 12 главу. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его. И дом наполнился богоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Мария взяла фунт нардового чистого драгоценного мира. Это боговонная масть, которая используется в частности для погребения. И она помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его. То есть она показала, что она знает, что он умрет. И она хочет выразить свою любовь к нему. Она хочет отдать вот это драгоценное миро, самое дорогое, что у нее есть, для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу. Любовь, которая выглядит нерасчетливой, любовь, которая выглядит очень иррациональной. И Иуда этим страшно недоволен. Но обратив внимание на интересную особенность этого библейского повествования, два человека здесь понимают, что Иисус идет на смерть. Вообще апостолы, ученики, они думают, что как-то обойдется. Они думают, что как-то пронесет. Они потом очень обескуражены, когда Иисус оказывается распят. Но два человека понимают, что Иисус будет распят. Это Мария и это Иуда. Что делает Мария? У нее где-то есть, где-то хранится этот сосуд с драгоценным миром, который можно продать за 300 динариев. Динарий — это средняя дневная зарплата поденчика. То есть это достаточно серьезная сумма. То есть это год можно жить вообще на эти деньги. И она тратит все это миро на Иисуса, потому что она знает, что он сейчас умрет. Иуда, наоборот, говорит, для чего бы не продать за 300 динариев, мы могли бы нищим раздать. То есть Иуда, конечно, не заботится о нищих. Он думает, вот последнюю возможность еще денег сделать я упускаю. И это часто толкуется в истории церкви. И этому есть, конечно, основания все, когда иногда люди говорят, а зачем благоукрашать храмы, когда можно те же деньги раздать нищим? И ответ на этот вопрос такой, что храмы, люди, которые беспокоятся о благоукрашении храмов, им, конечно, нет дела никакого до нищих. Но если отвечать по существу, то там, где есть церковь, там, где есть благоукрашенные храмы, там, где в них ходят люди, там, где совершается божественная литургия, там формируется христианская община, и эта христианская община уже активно служит нищим, активно заботится о людях и производит огромный, как бы мы сказали, социальный эффект. И таким образом золочение храмов, оно имеет прямое самое социальное последствие, оно приносит несомненную пользу обществу. Но мы можем действительно вспомнить, что человек, который был более всего возмущен, что были так нерациональны, просто на проявление любви к Иисусу потрачены эти средства, это был как раз иудоискариот. Еще одну вещь, которую стоит отметить, у него был денежный ящик, он носил, что туда опускали. Иисус собирал пожертвования на свое служение в этот самый ящик. И это важно отметить, потому что я недавно прочитал в интернете Демотиватор, когда там написано, неужели Иисус брал деньги за свое служение? Ну, нельзя сказать, что он брал деньги за свое служение, конечно. Он брал деньги на свое служение. Люди давали деньги, клали эти пожертвования в ящик, и апостолы, собственно, на это жили. Мы знаем, что Господь в нескольких случаях совершил чудо, умножив хлеба и рыбы. Но это происходило не каждый день, а каждый день апостолы, которые несли свое апостольское служение и, соответственно, оставили свою обычную мирскую работу, они должны были чем-то питаться. И питались они за счет пожертвований и за счет того, что мы бы назвали спонсорской помощью, упоминаются некие богочестивые жены, которые служили ему имением своим. То есть Иисус и апостолы, они получали спонсорскую помощь, и они собирали до пожертвования. Поскольку это неизбежно, если мы ожидаем, что какие-то люди, апостолы или в нашем случае священники, будут выполнять свое служение, их, их семьи кто-то должен будет в это время содержать. И это, конечно же, должны быть мы, люди, которые поддерживают церковь из своих денег. И пример этого мы находим, конечно же, уже в Священном Писании. Вот мы видим этот денежный ящик, и мы видим, что Иуда из этого ящика приворовывал. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но и чтобы видеть Лазаря, который он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. И мы видим, как люди, которые выбрали путь противления, выбрали путь ожесточения, они катятся все дальше и дальше. Лазарь точно не виновен, и он точно им ничем не досадил, абсолютно. Но Лазарь, он является живым свидетелем чуда, совершенного Иисусом, и его тоже хотят убить. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу, и мы восклицали, «Осанна, богословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, дщерь Сионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это пророчество Захарии, 9 глава, 9 стих, и это пророчество о приходе праведного царя, то есть мессии, и он грядет на осле. Почему? Потому что осел — это животное, связанное с миром. Вот люди, которые ездили по своим делам, они ездили на ослах. Конь — это было боевое животное. Мы знаем, что все военные памятники изображают, как правило, людей на конях. То есть какой-нибудь такой мощный, мускулистый воин сидит на коне, держит в руке меч, он в доспехах, и мы видим, что это человек, который готов воевать, готов убивать. И конь, тем более в античном мире, воспринимался как танк, как такое боевое животное. И вот то, что царь едет на осле, нигде нет военных памятников, которые бы изображали человека на осле, царь едет на осле, это показывает, что это царь мира, и что это царь кроткий, и не бойся черсеного. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Это ликование народа, но фарисеев, наоборот, побудило к более решительным действиям против Иисуса, потому что весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаида Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрею и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там слуга мой, будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глаз, прославил и еще прославлю. Эллины, то есть неевреи, которые пришли на поклонение в праздник, видимо, это были те, кто в деяниях называется чтущие Бога. То есть это были язычники по рождению, которые, однако, утомившись язычеством, желали присоединиться к Израилю, присоединиться к поклонникам истинного Бога, но пока не становились полностью израильтянами, не принимали обрезания и не принимали все ограничения закона Моисеева. И вот они пришли на праздник. Почему Иисус говорит все эти слова? Потому что в этих эллинах предвещается такое глобальное значение христианства, то, что уверуют в Иисуса все народы, не только еврейский народ, но и все народы. Из всех народов будут верующие. И Иисус говорит дальше о своей участи и о том, как должен следовать христианин. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире, всем сохранит его жизнь вечную. Слава достигается через смерть, и жизнь достигается через готовность умереть. Это относится к распятию Господа, это относится к смерти мучеников, которые за ним следуют, и это даже относится к повседневной христианской жизни, поскольку повседневная христианская жизнь есть повседневное предпочтение воли Божией своей. И в этом отношении смерть для себя и смерть для мира. Человек, падший человек, так устроен, что он сосредоточен на себе, на своих нуждах, на своих потребностях и на том, как мне сделать себе хорошо. Я дочитал вчера книжку одного врача, который помогает наркоманам, и он пишет о том, что одна из причин, не единственная, но одна из причин, которая предрасполагает человека к формированию наркомании, это то, что он обращен на себя, и он ищет как-то утешить себя, как-то порадовать себя, как-то сделать себе хорошо. И самый простой способ это сделать, это наркотик, и в итоге человек оказывается вовлечен в эту химическую зависимость, и ему чрезвычайно трудно оттуда выбраться. И человек был бы больше защищен от этого искушения, если бы он полагал в центр своей жизни что-то более важное, чем он сам. И если мы полагаем в центре нашей жизни самих себя, наша жизнь будет жалкой, и мы ее в итоге неизбежно потеряем. Но если мы полагаем в центр нашей жизни Бога, и мы понимаем, что мы принадлежим не себе, но Иисусу Христу, наша жизнь будет наполнена радостью и смыслом, и содержанием, и мы обретем жизнь вечную и блаженную. Человек, который цепляется за свою жизнь, человек, который цепляется за контроль над своей жизнью, он в итоге теряет все. Человек, который отдает себя Богу, он в итоге обретает все. Мы обретаем то, что мы отдаем. Так устроен этот мир, так устроен человек, для этого он создан. И вот человек, который думает о себе, он в итоге губит себя. Человек, который следует за Христом, он в итоге спасается. «Любящий душу свою погубит ее, в смысле любящий свою жизнь, человек, который пытается ее сохранять, ненавидящий душу свою в мире всем, сохранит ее жизнь вечную». Ну, такой парадокс. Для того, чтобы обрести счастье, и счастье вечное, нужно перестать искать в себе счастье. «Кто мне служит, мне допоследует, где я там слугам и будет, кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Господь Иисус был целиком и полностью человеком, и смерть, причем смерть мучительная, вызывала у него такое же отвращение и ужас, которое она бы вызвала у всех нас. Господь испытывает естественное отвращение к смерти, и здесь Он спускается к нам, Он становится на один уровень с нами. Нам всем предстоит умереть. Иисус... Но мы умираем не добровольно, мы умираем независимо от того, нравится нам это или нет. Иисус приходит, чтобы умереть добровольно. Но Он умирает, и это Ему так же тяжело, как любому из нас. И Он говорит здесь, и это предвещает Его молитву в Гефсимании. «Отче, избавь меня от часа сего, но на сейчас я пришел». То есть, с одной стороны, Он, как человек, как любой из нас, испытывает страх и испытывает боль от того, что должно произойти. Но, с другой стороны, Он говорит, «На часе я пришел». Цель, с которой Он пришел в этот мир, умереть за наши грехи. И Он говорит, «Отче, прославь имя Твое». То есть, для Него главным мотивом является исполнение воли Отца. «Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший там и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. И Иисус на это сказал, «Не для меня Бог ваосей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». «Сея, говори Он, давай разумеет, какой смертью Он умрет». Это свидетельство для народа, поскольку народ не ожидал, что Мессия будет распят. И для того, чтобы потом поверить, что Иисус есть Мессия, Бог и дает такое свидетельство. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон». Суд — это событие, в ходе которого определяется правота или виновность той или другой страны. И судом в данном случае является смерть и воскресение Христа. Христос будет безвинно предан смерти, и Бог воскресит его из мертвых. Князь мира сего — сатана, который подстрекает противников Иисуса, убить его. И сатана будет посрамлен, он изнан будет вон. «Когда я вознесен, буду от земли», то есть вознесен на крест, всех привлеку к себе. Народ отвечал ему, «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Кто это Сын Человеческий?» «Когда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящие во тьме не знают, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будь с сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. «Веруйте в свет», то есть веруйте в Иисуса. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в Него». Досбудется слово Исаии пророка. «Господи, кто поверил в слышенному от нас, и кому открылась мышца Господня». Господь совершил множество чудес, и евангелист указывает на 53 главу Исаии. «Господи, кто поверил в слышенному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред Ним, как отпрыск, и как расток из сухой земли не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы буждали, как овца, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это пророчество Исаии, оно ключевое для понимания того, как сам Иисус видел свое служение, и как это служение видели первые христиане. Христос пришел умереть за наши грехи. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Господь возложил на него грехи всех нас. И далее Евангелист говорит, «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ си ослепил глаза свои и окаменел сердце свое. Да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Си, сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлучеными от синагоги. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Мы видим здесь, что часть людей проявила такое упорное, ожесточенное неверие. Отчасть уверовали, но они боялись об этом говорить открыто. Возлюбили больше славу человеческую, то есть не хотели конфликтов с людьми, а больше возлюбили, чем славу Божию. И Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Иисус говорит, «Видящий Меня видит пославшего Меня». Как Он в другом месте скажет, «Видевший Меня видит Отца». Иисус является полным и совершенным выражением Бога. Чтобы понять, кто такой Бог, мы должны взирать на Иисуса Христа. В нем Божественное Откровение обретает свое завершение. И Бог открылся нам в лице Иисуса. Это важно, когда мы, в частности, толкуем Священное Писание, поскольку все Священное Писание, оно должно пониматься в свете Иисуса Христа. Иисус говорит, что Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть человек, оказываясь перед лицом Слова Христова, оказывается перед лицом выбора. И он совершает тот или другой выбор и таким образом оказывается осужден или оправдан. «Заповедь Отца есть жизнь вечная». То есть те, кто обратятся к Иисусу, обретут жизнь вечную. И так что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Мы с вами прочитали 12 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.